МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 мая, четверг, Думская ТВ работает в прямом афере. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Юлия Долганюк. Здравствуйте. Масштабное отключение. В 9 утра он Фоксводоканал оставил три района Одессы без воды. Это связано с работами на Толбухино. Там к городским сетям подключают новую трубу, проложенную после капитального ремонта улицы. Когда вода снова появится в домах одесситов, расскажут наши корреспонденты. Четыре баклажки питьевой воды набирает в бювете Старобазарного сквера «Виктория». 20-литровый – это только питьевой воды. Для бытовых нужд она запаслась накануне. 40 литров стоит просто воды из крана дома. Хватит, думаете? Ну да. До завтра, до 11, если все так, как обещают, то да. За питьевой водой очереди нет. Люди подготовились заранее. Те, кто не успели запастись технической водой, могут взять ее в цистернах. Машины стоят в разных точках города. Если предупреждается ранее, то, в принципе, терпимо. Возле меня на районе поставили цистерну с водой. То есть, я думаю, что сутки это не так много, если предупреждать. Спасибо, что не отключили ни в праздник, то есть, как бы, ни 9-го числа. Основные работы проходят на двух участках Толбухина. Сотрудники Инфоксводоканала раскопали участок дороги на пересечении с улицы Глинки. Коммунальщики отрезали часть старой трубы и подключают новую, пластиковую, диаметром 600 миллиметров. К сожалению, старый водовод был не в очень хорошем состоянии. Сам водовод вроде бы как в нормальном состоянии. А стыки, которым уже более 60-70 лет, они не выдерживали никакой критики. И нам приходилось зачастую где-то порядка за последние годы здесь выполнено до 30 раскопов. По графику вода должна появиться в домах 11 мая в полдень. Но есть вероятность, что это может произойти и раньше. Вода сошла быстро. В принципе, то, что предполагали начать, допустим, в 14 часов, начали немножко раньше. Прогнозируем, что это будет к утру. По словам замдиректора филиала Инфоксводоканала, труба прослужит минимум 50 лет. Дарья Сметанко, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. И в продолжение темы. Самое масштабное плановое отключение воды повлияло и на работу кафе и ресторанов. Часть владельцев просто закрыли свои заведения. Кто-то использовал привозную воду, а кто-то и вовсе перенебрег санитарными нормами. Все подробности расскажет Александра Горачева. Мы находимся на Греческой. За моей спиной активно проходит торговля. Сейчас мы узнаем, как владельцы справляются с отсутствием воды. Ребята, здравствуйте. До свидания, девушка. А у вас отключили воду или у вас есть? Девушка, до свидания. Почему до свидания? До свидания. У вас запасы воды? А? У вас запасы воды или у вас... А запасы в бочках, в канистрах? Девушка, бочка, бочка. Недавно в одной из подобных точек отравилось 17 человек. Мэрия планирует проверить все без исключения такие мафы. Правда, точных сроков чиновники не называют. Кратчайшие сроки проведения обследования всех объектов, в которых в городе Одессе происходит реализация фасуда, в частности шаурмы. А вот закрывать точки общепита на время отключения Сергей Дубенко причин для того не видит. Каждое заведение должно решить этот вопрос для себя самостоятельно. Владельцы крупных ресторанов к этой ситуации подготовили заранее. Часть посуды заменили одноразовой и, конечно же, сделали запасы воды. Нам каждые 2-3 часа подвозят воду, поэтому проблем нет. Также, так как у нас всем известно достаточно большое количество людей, мы используем одноразовую бумажную посуду. Гости у нас абсолютно нормально и с пониманием к этому относятся. Нет ни скандалов, ничего. А на Одесской ярмарке закрыли большинство заведений и сделали санитарный день. Подготовились к отключению воды и одесситы. Вчера набрали всевозможные емкости, и она стоит. Ну, уже уменьшается, конечно, но немножко еще осталось. У нас все замечательно. У вас есть дома вода? Да, конечно. А вообще никак? Нет, нет воды. Вы делали запасы? Нет. Я делала, точнее не я делала, а отец делал. Александра Грачева, Виталий Прус, Думская ТВ. День Победы. Без потасовок, но есть задержанные. Всего в мероприятиях по городу приняли участие 35 тысяч человек. В области около 15. Об этом сообщает начальник Одесского главка. В городе было задействовано больше тысячи правоохранителей. На Аллее Славы задержали 5 человек. Двоих привлекли к административной ответственности за хулиганство. Остальных за нарушение закона о декоммунизации. Большинство потасовок удалось избежать благодаря полиции и диалогу, заявил Дмитрий Головин. В ходе охраны публичного порядка использовались новичные европейские практики. Так называемый скандинавский метод, который показал свою эффективность. За для вашей безопасности полиция продолжает работать в поселенном режиме. Бывшего директора НПЗ Валерия Чахеева разыскивают Интерпол. Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области. Руководителя предприятия подозревают в уклонении налогов, что нанесло государству миллиардные убытки. В сообщении также указано, что экс-гендиректора нефтеперерабатывающего завода обоснованно подозревают в соучастии с преступной группировкой и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. Напомню, прокуратура и СБУ сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой схеме Курченко. Отмечу, они купили завод в 2013 году, затем путем различных схем нанесли государству убытки более чем на 2 миллиарда гривен. Беглый подельник Януковича скрывается в России. НПЗ конфисковали в пользу Кабинета министров. Погасить долги и продать. Фонде госимущества предлагает не спешить с приватизацией Одесского припортового завода. Исполняющий обязанности главы ведомства заявил, что для начала нужно реструктуризировать долги предприятия. Над этим вопросом сейчас активно работает в фонде госимущества. Напомню, конкурсы по продаже ОПЗ в прошлом году проводились дважды, однако завершились безрезультатно. Отмечу также, что Одесский припортовый завод вошел в список предприятий большой приватизации на 2018 год. Всего их в списке 26, в том числе 5 обленерго. Приватизация объектов, указанных в перечне, необходима для их модернизации и переоборудования, отметили в Кабмине. Кроме того, госбюджет на этот год предполагает поступление от приватизации более 20 миллиардов гривен. Умови продажа объектов большой приватизации подтверждаются Кабмином Министерства Украины. Проектом предотвращается возможность поступового снижения стартовой цены, если объект не используется помутом, сначала на 25%, потом на 50%. Державные предприятия, которые имеют стратегическое значение, не будут проданы. Малые и невеликые предприятия будут продавать через электронный аукцион по типу Прозора. Абсолютно открыто, публично. Не будет контролировано приватизации. Я про это говорил совершенно с подкреслой. Будет рынковый продаж активов и рынковые прозорые механизмы, залученные инвестиции. И это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думская ТВ. Будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА